В набережных Челнах продолжается капитальный ремонт подземных переходов на остановках Театральная и Бульвар Энтузиастов. О необходимости модернизации объектов горожане говорили давно. Однако начавшиеся работы обрадовали не всех. Почему? Это попыталась выяснить съемочная группа программы Челны-24. В подземном переходе на остановке Бульвар Энтузиастов приступили к самому масштабному и трудоемкому процессу – гидроизоляции. По словам строителей, для начала им необходимо провести земляные работы, чтобы дойти до основания объекта. Будет в дальнейшем у нас подготовка к брусчатке. Будет подземный переход, как бы у нас полностью в брусчатном переходе и ремонтаж ремонта, ремонтаж ремонта, заливка бетона. Входные группы, на которых были пандусы, закрыты. Открыты только те, где нет специальных съездов. Из-за чего некоторые пешеходы испытывают трудности. Так Юлии и Жуковой каждый раз приходится на руках нести коляску с ребенком. Нужно с двух сторон желательно сделать эти штуки для колясок, потому что очень удобно. Потому что невозможно, даже на них становишься и боишься, что коляску упустишь. Такого же мнения придерживаются и другие пешеходы. Дочка, которая в Германии родила, видит немножко другой порядок. Видеть этот переход было вчера жутко, потому что мы шли по нему вчера вечера. В подземном переходе на остановке театральной также кипит работа. Строители выполняют наружную гидроизоляцию. По их словам, на это им потребуется две недели. Жалоб на этот подземный переход было много. Однако больше всего неудобства доставляли проблемы с гидроизоляцией. Вода, даже текла, можно сказать, протекала от земного перехода вовнутрь. То есть мы вот расшиваем швы, он, вы видите, белым деланным, все заново герметизируем. После чего строителям придется приступить к внутренней отделке. Пока они демонтируют только пол. По словам ремонтников, работу осложняют пешеходы и предприниматели. Торговые ряды расположены с двух сторон. Исполком нам предлагает на время проведения ремонта переселиться сначала на одну сторону всем, всем не поместимся, потом на другую сторону. И потом у них в планах оставить все киоски только на одной стороне. Предприниматели и исполком города не пришли к обоюдному согласию. Кроме того, бизнесменам необходимо перейти на прямые договоры статэнергосбыт. В противном случае электричество в подземке отключат. Пока все вопросы не будут решены, строители не смогут выполнять работу в полном объеме. А сдавать все отремонтированные подземные переходы необходимо осенью этого года.